Что известно о российском лазерном оружии, испытанном еще в Советском Союзе, включая космический лазерный модуль Полюс? Какие направления современной науки развиваются у нас в режиме государственного секрета, когда кажется, что российская наука похоронена окончательно? Для чего в знаменитом Курчатовском институте создают гибрид человека и машины? И что такое плазменный реактор Токамак, который на днях запустили в Курчатнике его руководитель Михаил Ковальчук и премьер Михаил Мишустин? Наконец, что такое медицинская физика и аддитивные технологии в авиации и медицине? Об этом доктор физико-математических наук, академик Российской Академии Наук, научный руководитель Института проблем лазерных и информационных технологий, председатель Совета Российского фонда фундаментальных исследований РФФИ Владислав Панченко Здравствуйте, Владислав Яковлевич! Я хочу начать наш разговор с вами, я условно так называю, с лазерной физики. То, с чего вы начинали свою научную деятельность и то, к чему сегодня приковано очень пристальное внимание, особенно после того, как президент Путин сказал, что у нас есть какое-то оружие лазером, даже назвал его «пересвет». А я знаю, поскольку закончил Московский авиационный институт, что когда выводилась энергия с нашим «Бураном», то одним из предназначений этой энергии был как раз вывод на орбиту, я не помню, модуль с огромной лазерной пушкой, с ядерной накачкой. Имеет сегодня какое-то продолжение? Или это уже в прошлом «Звездные войны» отошли в сторону? Вы, во-первых, дадите добрый день, спасибо за ваше обращение ко мне. Вы же сами сказали, что Владимир Владимирович Путин сказал, что имеет продолжение, есть новая версия, современная версия лазерного оружия. Ну, и показали даже это оружие. Поэтому ответ сам достаточно очевиден. Ну, конечно, имеет, раз оно есть. Но я должен сразу предупредить, что я действительно, как говорится, лазерный физик, так, в первоначале. Я окончил физфак МГУ, защитил обе диссертации на физическом факультете МГУ. И в аспирантуре я был у такого, я считаю, великого физика Рэма Викторовича Хохлова. И в это же время меня судьба также связалась с Евгением Павловичем Велиховым. И Хохлов Рэм Викторович был специалистом по нелинейной оптике, то есть по возможности с помощью кристаллических средств преобразовывать свет одной длины одного света в другой. Прямо научились инфракрасно, ультрафиолетовый свет и так далее. Это находится огромное применение сейчас везде, в диагностиках, в медицине, в лечении и так далее. И Евгений Павлович был одним из наших лидеров, вместе с Александром Михайловичем Прохором в то время, вместе с Бункиным Борисом Васильевичем. Они как раз руководили одной из программ по созданию, вот в рамках ответа на вызов с американской стороны по стратегической обороне, инициативе, так называлась эта программа в Соединенных Штатах, была принята ответная программа в то время. Такие вещи были созданы, но я еще раз подчеркиваю, что я не участвовал напрямую в этих программах. Я в это время по инициативе Евгения Павловича, я перешел, он меня пригласил работать в созданный институт, назывался он НИЦТЭЛ тогда еще, это научный центр по технологическим лазерам АНССР, Академии Многосср. Основное здание было построено в Шатуре Московской области, и вот Александров с Велиховым, Александр в то время был президентом Академии наук, Анатолий Петрович, и одновременно он возглавлял Курчатский институт в то время. Вот Евгений Павлович был вице-президентом, и возглавлял филиал Курчатского института в городе Троицке. Теперь это институт Тринити называется. Я занимался в основном такими цивильными гражданскими применениями, которые получили позднее название «лазерные технологии». То есть это в первую очередь были технологии обработки материалов. Лазерная резка, лазерная сварка, но они делались только уже на основе компьютерных программ. То есть изначально задача стала создать то, что сейчас называют цифровые лазерные технологии. То есть сейчас теперь так цифра везде звучит. На самом деле это наши учителя, отцы-основатели, они всегда понимали. И, например, когда мы делали тот или иной мощный лазер, мы как бы работа не принималась, не считалось, что она завершена, если бы там не было хорошего системы цифрового управления этой машины. И вот, продолжая ответ на ваш вопрос, это не только ослепление каких-то сенсоров, людей, там, пилотов или солдат на поле боя. Это реально, в то время речь шла о реальном физическом уничтожении, то есть о нарушении поверхности, разрушении с помощью мощного лазерного импульса. Поэтому очень остро стояла задача, то, что я больше понимаю, задача транспортировки мощных лазерных пучков через атмосферу. Есть такая, начинает так, дифракционные расходимости. И вот как правильно сформировать лазерный пучок, какими характеристиками его наделить, с тем, что он максимально сконцентрирован, дошел до мишени. Понимаете? Чтобы из пучка, там, ну, там, с апертуры, там, в 10, скажем, сантиметров или больше. Это было чисто тепловое термическое воздействие, но оно определяется ватами на квадратный сантиметр. Поэтому, если те же ваты летят, но квадратных сантиметров стало в 10 раз больше, то в 10 раз, а это стало приводить к тому, что данный вид воздействия становится неэффективным. Сегодня говорят об оружии, на новых физических принципах, о лазерном оружии, о чем мы сейчас с вами говорили. А о науке, которая не имеет отношения к военным действиям каким-то, к военным делам, говорят, ну, с точки зрения какого-то недостатка, какого-то критика, все время чего-то не хватает. Вот скажите, наука на самом деле сегодня, она чем наполнена, помимо вот этих вот закрытых тематик? Сейчас наука у нас сосредоточена вокруг ряда крупных направлений, если так говорить, куда выделяются очень большие средства в стране. Это, наверное, надо предотменить генетика. И в России созданы генетические центры мирового уровня. В каждой центр ходят 7-8 организаций. Одни занимаются проблемами сельского народа. Это по соответствующим решениям президентского совета. Затем есть математические центры мирового уровня по математике. Три таких центра организованы тоже. Во главе одного стоит Московский Узарский университет. Во главе другого стоит институт с математическими институтами Стеклова. Наш такой флагман нашей математики, флагманы нашей фундаментальной математики. Это вот три. Теперь сейчас, именно в это время, идет очень, ну, фактически все решения приняты, но это обсуждение, как реализовывать, большая программа по развитию, созданию, точнее говоря, техники синхротронов, то есть ускорительной техники и нейтронной техники. Мы уже знаем, что недавно, вот, президент Путин, как бы, дал добро на запуск в гатчине реактора. Это уникальная машина, которая долго строилась, и она введена в строю со всеми требованиями МАГАТЭ, с учетом всех требований МАГАТЭ. Это уникальный источник нейтронов. Нейтроны дадут возможность, вокруг этого вот сейчас создается такая инфраструктура, поставить там 32 станции, где будут провести измерения, как биологических объектов, так и материальных объектов. Этот реактор будет давать поток нейтронов до 5 на 10 в 14 нейтронов, в 14 степени нейтронов на квадратный сантиметр в секунду. Это означает, что мы будем иметь уникальный, крупнейший в мире, вернее, уже имеем такой источник, и есть планы, о них объявлено, создание на базе, в гатче, на базе этого реактора, центр реактора, международный исследовательский центр. И руководители этих работ, руководителем является Курчатский институт, президент Курчатского института, Ковальчук Михаил Валентинович. Кроме самого реактора, очень важна вся инфраструктура. Там должна быть каждый проводок, каждый трубопровод, должен быть согласован с международным требованием МАГАТЭ. Комиссия должна принять. Это очень тщательная работа, и это очень такое уникальное и интересное сооружение. А конечным результатом работы этого реактора что должно стать? Появление чего? В первую очередь, появление знаний о поведении, о структуре, в первую очередь, различных материалов. Особый, конечно, интерес представляет перспективный материал для авиационной техники, для судостроения, как себя ведут различные композитные материалы в таких экстремальных условиях. Все вот это без таких диагностических средств, которые даже как-то сложно назвать, что это диагностические средства, это гигантская установка. Без таких подходов мы не сможем дальше развивать наше материаловедение, наше понимание, как это дальше двигается. И плюс к этому еще, конечно же, необходимо проводить очень мощное математическое моделирование, для этого же суперкомпьютеры. Мои коллеги считают, вот на Ломоносове, вот у нас с вами за окном видно это здание, вот как раз эта страна, где стоит Ломоносово-2, он относится к сотне мощнейших компьютеров мира. Вот мегапроект, я вам назвал, XFL в Германии, в Гамбурге построен, с участием 30% этого фактически принадлежит России. X это рентген, значит, а FL это free electron, это аббревиатура от английских слов лазерно-свободных электронов. То есть рентгеновский лазер на свободных электронах. Я от себя добавляю, что он является еще и фемсекундным, то есть очень короткий импульс. Когда мы создаем источник с очень коротким рентгеновским импульсом, это нам позволяет делать что-то вроде фильма снимать. То есть мы часто стреляем, и если образец это держит, не разрушается при этом, то мы видим динамику тех или иных процессов. А это сложнее всего померить, но это является самым важным. Потому что в статике, может быть, этот материал хорош, но стоит ему подражать, поддергнуть, то он уже начинает разрушаться. Объявлена программа, что будет у нас национальный проект очередной, связанный с ядерной энергетикой. Вам что-то известно об этом? Ну вот сейчас заложили новый реактор на быстрый нейтронах в Томске. Вот буквально на днях там положили первую камень. Сейчас основная проблема – это отработанное ядерное топливо. Одна из основных проблем в атомной энергетике. Так вот, борьба идет за то, чтобы использовать максимально ядерное топливо и отработанное с минимальными отходами, с тем, чтобы экологически… На передний план выходят сейчас экологические задачи. Такие, как углеродный след, ну и то же самое, захоронение ядерных отходов. Поэтому все новые программы обязательно содержат какую-то компоненту, как минимальное количество отработанных ядерных, аяты отработанного ядерного топлива. Это действительно есть. И вот на днях только что Ковальчук с Лихачевым, они, президент Курчатского института, вместе с руководителем Росатом, они заложили, вот было сообщение, вот то, что, наверное, читаешь в Томске, заложили новый тип реактора на быстрый нейтрон. Сейчас очень активно, ну вообще сейчас в основе, вот некоторые называют новой технологической революции, лежит широкое внедрение цифровых аддитивных технологий. Это концептуальные вещи. Это переход от нового построения к новому построению объектов. До сих пор вся промочина. Все производство строилось на том, что мы брали кусок чего-то, металла, дерева, неважно что, удаляли все лишнее и делали продукт. Брали кусок металла, зажимали его на суппорт, этой бабку подвигали на токарном станке и резцом обтачивали. Было, грубо, огромное количество стружки было вокруг металла, которое потом уже было куда-то деть, оставалось какое-то изделие. Ну, чем больше подходящая была заготовка, тем меньше было этих отходов. Потом оно шло дальше. Фрезеровали, так же с деревом работали, теперь развивается другая концепция, где мы строим вещество. Вот нанотехнологии дали нам возможность, дали нам как бы новое осознание того, что можно уже строить вещество, начиная с атомомолекулярного уровня, с наперед заданными свойствами. То есть уже сейчас математики знают, как смоделировать его с помощью металлов молекулярной динамики, а физики и химики знают, как сложить это вещество, буквально из атомов, поштучно из атомов и молекул, обеспечить такие реакции, получить вещество с заданными свойствами. Но кроме вещества еще нужно создать некие формы, все-таки, понимаете, у вас должны быть какие-то, ну не знаю, телефон, компьютер, какие-то формы, у самолета крылья должны быть и так далее. И ее можно обрабатывать, убирая весь, сделать соответствующую форму, отверстие и так далее. А можно ее, например, спекать с помощью лазера или мощного электронного пучка. И послойно, буквально на уровне атомарных слоев, вот так выстраивать, наплавляя одно на другое. И это уже делается. У нас. И у нас делается. И за границей делается. Мы вот сейчас активно развиваем такие же методы для медицины. Это метод аддитивной технологии для создания искусственных костей, имплантов каких-то и так далее. Вот эта область цифровых аддитивных технологий, цифровых аддитивных производств сейчас очень активно развивается. Темпа роста, как будущая индустрия, сейчас выше, чем были в 50-е, там 60-е годы в полупроводниковой индустрии, когда он ставил на ноги. Уже люди в правительстве, которые так понимают. Как же идея должна владеть массой, на всех уровнях. Тогда она будет жизненной. Вот основные мегапроекты, вот XFL, мегапроект, гатчинный реактор, это мегасайенс. Затем, это центры мирового уровня по генетике, центры мирового уровня по математике. Мы с вами перечислили. Вот это такой основной тренд, такая очень мощная тенденция в современной науке, которая позволяет решать не только большое количество фундаментальных задач, но и достаточно быстро продвигаться в понимании, как это можно использовать в прикладных областях. Как строить уже, как говорят ученые, не только научно-сельскую работу, НИР, но и оплант-конструкторскую работу, а затем и конкретную промышленность вокруг этого создавать. И вот последнее, то, что я стал говорить, это программа синхротрона нейтронных исследований, в рамках которой сейчас будет создаваться целая серия синхротронов. Это ускорительные источники рентгеновского излучения на базе ускорителей. Они будут создаваться в разных местах. Вот по этой программе будет создаваться источник, называется он «СКИФ» в Новосибирске, вот начало абсолютного проекта. Будет перестроен новый, переведен на более высокий уровень, в более высокое поколение источник синхротронных исследований в Курчатском институте. Будет, видимо, несколько ускорительных систем построено в Серпухове, в знаменитом институте высоких энергий. Ну вот это такая огромная программа, которая сейчас начинает развиваться. Идеологически все эти вещи связаны, конечно. Вот это тоже Курчатский институт, это тоже Ковальчук, это все правильно. Вот это был запущен «Токамак Т-15». Это, наверное, на сегодняшний день самый крупный «Токамак» в мире. Самый большой «Токамак» он создается в Кадараше, во Франции. Это международный проект, где принимают часть России, США, Франции, Японии. У нас, конечно, все источники накачки «Токамак» имеет российское происхождение. Ну и Курчатский тоже. Это вообще такое достижение, это крупный сейчас в мире, реальный работающий «Токамак», который был запущен вот в Курчатском институте. И премьер-министр его, так сказать, запустил. Несколько лет назад было такое сообщение, что ведутся работы по созданию некоего мозга на основе нано-био-информационных, когнитивных и социо-гуманитарных технологий. Это концепция, которая была как сформулирована, развивается Михаилом Анатольевичем Ковальчуком, о конвергенции наук. Конвергенция – соединение, слияние дисциплин. Дело в том, что в настоящее время сложно найти какую-то проблему, задача, которая имела монодисциплинарный характер. Физики уже давно работают с математиками, биологи работают с физиками. Физики, химики, математики давно переплились в одном подходе к исследованиям. И все это, в общем, это процесс конвергенции. Поэтому появилась потребность в жизни просто, появилась потребность, которая была в свое время как бы Михаилом Анатольевичем замечена, сделана, оформлена в виде создания некой структуры, очень большой, одной из самых мощных структур в Курчатском институте, NBICS-центр, который называется «Нано-био-инфо» информационно- и когнитивно- и социально-исследно. Дело в том, что все оказывает взаимосвязь друг на друга. В том числе в лабораториях этого NBICS-центра там собраны представители всех этих направлений. И в том числе там занимаются и созданием искусственных нейронов, да, просто созданием искусственных тканей, биотиш-инженирингом так называемым, но и многими другими. Я могу сказать, что очень много ведутся работы, скажем, с нейрохирургами, которым физики делают трехмерные модели каких-то, например, заболеваний или образований в головном мозге человека. Эти модели можно использовать при подготовке к операциям, что снижает риск операций. Это делается с помощью так называемых цифровых аддитивных технологий. И вот мы научились, и мы это внедрили в практику. Следующую технологию можно взять томограмму человека, сделать, ну, того или иного органа человека, или целиком человека, сделать томограмму, и по этой томограмме восстановить реально в качестве модели структуру головного мозга, или черепа, или руки, там, суставы, и так далее, сердца даже. И вот эту модель хирург может использовать для подготовки, для планированного сценария своей операции. – Зазывается медицинская физика, направление, которое вы сейчас даже возглавляете. – Медицинская физика, она все-таки сконцентрирует свое внимание вокруг создания новых техник, новых, новых инструментарий, как вмешательства, лечения, так и диагностики. Кстати, я хотел сказать, да, вот слух, например, мы делали как бы очень многие вот таким искусственным образом, методом трехмерного моделирования, трехмерного прототипирования и трехмерного притинга, мы, скажем, что касается сушной рак, всего, аппарат, это уже фактически научились делать из соответствующих полимерных материалов. Что касается зрением, сетчатка человеческого глаза это как бы внешний сенсор для мозга, потому что до 90% информации в разных случаях мы получаем через зрение. Остальные органы чувств нам дают гораздо меньше информации. Поэтому крайне важно изучить механизмы. Я бы сказал, на этой стадии, вот я сам этим занимаюсь, тоже достаточно много, вот на этой стадии крайне важно понять, как реагирует головной мозг на те или иные зрительные образы, на те или иные изменения картины, понимаете, как она расшифровывает, идентифицирует те или иные фрагменты какой-то картины. Это по аналогии вот с камерой, которую она снимает, это такая многопиксельная система биологическая, вот поэтому делать ее, во-первых, надо понять, как она работает окончательно, какие времена срабатывания у этого каждого пиксела. Затем нужно понять, как его, может быть, его можно сделать методами биоинженерии, то есть, делать искусственным образом, но сделать биоткань с теми же свойствами. Вот такой подход тоже имеет место, мы его тоже отрабатываем сейчас. С другой стороны, можно сделать, заменить на, так сказать, твердотельные какие-то сенсоры, то есть, на такие наноструктуры, которые будут реагировать, выдавать те же импульсы тока, которые через макулу и поступают в головной мозг. И в конце в глазу все собираются, единый жгут идет в головной мозг, по которым все эти сигналы распределяются в те или иные центры, скажем, реагирования. Мы сейчас с вами говорим о таких глобальных проблемах, но только что мир погрузился вот в эту пандемию гонавирусную, и российский фонд фундаментальных исследований разглавляет больше 10 лет, к этому подключился. Пандемии не было ни в одном форсайте, то есть, вообще говоря, только вирусологи понимали, что вероятность пандемии велика, а все остальные, все предсказания, ну, такие именно форсайты, научные предсказания, то как пандемии там не было на эти годы, там были всякие экологические проблемы, климатические проблемы, наводнения, там, грозы, обвалы всякие и так далее, понимаете, пандемии не было. Это первое. Так вот, здесь надо отметить, что наши молекулярные биологии, наши фундаментальные вирусологии, наши центры вирусологические, которые разрабатывают традиционные вакцины, это и центр Гомолея, и Векторов в Новосибирске, оказались, вообще говоря, я сказал, на такой, на хорошей высоте, понимаете, они быстро отреагировали, они быстро, с помощью молекулярных биологов, быстро провели исследования, быстро предложили различные подходы, и мы сейчас, в общем-то, лидеры по производству вакцины мировой. Фонд, естественно, не мог остаться в стороне, и мы очень быстро, у нас тогда, это уже было почти в начале года, мы очень быстро, в рекордные сроки, мы за 2-3 месяца мы создали новую программу, создали очень представительный, экспертный совет, в главе совета пригласили, и он дал согласие, это не Тесов, это член-корреспондент Российской Академии, но который долгие годы был научным, ну, фактически, научным директором биотехнологического комплекса «Вектор». Этот экспертный совет отобрал, получили ему около 500, отобрали, ну, меньше гораздо, то есть, конкурсный был отбор. Очень важно понимать, откуда этот вирус пришел, кто является его носителем, домашние животные, там, летучие мыши, ну, и так далее, это человек, понимаете, откуда ты взялся, понимаете, это первое, то, что там мы записали как предмет исследования. Потом крайне важна сама генетика этого вируса, его развитие, его взаимодействие с другими белками и проще, и проще. Такая вот молекулярная биология, она тоже была представлена в этой программе. Крайне важно было построить математические модели, мы в этом тоже принимали участие, развитие, динамики развития этого вируса. Были очень сложные модели, и мы тут уже тут же к нам подключились, и мы уже параллельно фактически стали совместной программой, то есть с Китайским национальным фондом исследований. Мы программа вот с Международным институтом ИИАСа, Международный институт прикладного системного анализа в Вене, мы с ними тоже программу такую подписали, объявили вместе. То есть в этих программах принимают участие ученые с обеих сторон. Заканчивая такими прогностическими исследованиями, созданием таких прогностических моделей, как она будет, эта эпидемия, развиваться, как она будет затухать. Вот мы сейчас видим с вами, что, в общем-то, даже довольно-таки грубые математические модели предсказывали такое волнообразное движение развития пандемии, что мы и видим с вами. Но это программа на два года, поэтому я не хочу предвосхищать результаты. Единственное, могу сказать, что к нам обратилось очень много людей еще, которые хотят продолжать этих программ. Но мы не имеем возможности, не закончив одно, начинать другое. Но это и неправильно было. А вот сейчас очень важный вопрос, а как мы себя оцениваем? Да, как мы себя оцениваем? Вот ученые, ну вообще, как страна, как ученые, вообще вопрос идентичности страны, личности, это крайне важный вопрос. Мои наблюдения, и мы это все видим, сейчас вот к тому, что у нас стала аномально расти роль наукометрии. Знаете, там вот индекс Шахирша, индекс ацитирования, понимаете? А вот если так поглубже посмотреть, откуда все это взялось, понимаете? Мы же ведь сейчас в институты принимаем людей, назначаем директоров институтов. Там пишется, какие у них индексы ацитирования, сколько его процитировали, ВЭПО, САЙНС, КОПУС и другие структуры, какой у них индекс Хирша, как на него ссылаются, понимаете? Так далее, так далее. Надо разобраться в этом глубже, откуда эти индексы? Они вообще от крупнейших корпораций. То есть нас вообще во всем мире ученых рейтингуют от системы рейтингования. Как университет, так и нас, ученых, персонально, рейтингуют некой системой, сделанной фактически Шпрингером и Эльзивером, двумя крупнейшими монополистами в области изданий. Правильно, их два, потому что должна быть конкуренция. И вот одного Скобс, у другого ВЭПО в САЙНС. И мы пишем, сколько у тебя по Скобсу, сколько у тебя ВЭПО в САЙНС. Еще есть так скромный E-Library, такая электронная библиотека, где наши отечественные индексы. Но так как мы ввели эту систему себя в стране, как-то очень бурно, активно и быстро, то получается, что мы сами себя оцениваем по правилам или в терминах, вообще-то не нами заданно, понимаете, и не для нас, вернее, не стали для нас. И поэтому сейчас очень остро стоит позиция вот с точки зрения идентичности собственной создания своих информационных систем, информационно-аналитических систем, систем, которые умеют работать с так называемыми большими, да, big data технологиями владеют, и вот тут выходит на арену такое понятие, как искусственный интеллект. На самом деле это понятие более глубокое, более сильное. Мы сейчас стоим перед необходимостью создавать, вот я начал с системы рейтингования, мы ставим перед необходимостью создавать так называемые базы знаний. Надо сказать, что Россия в этом направлении имела давно уже десятки лет пионерские работы. Мы создавали такие базы знаний, которые подсказывали нашим военным медикам, нашим инженерам создавали очень сложные технические, технологические устройства, выборы тех или иных устройств, режимов работы, методов использования этих устройств. То есть вы должны из огромного количества данных, не структурированных данных, это вот большие данные, выбрать, они быстро меняются, быстро что-то отобрать и в соответствии с вашими понимаем, что вам нужно знать вот что-то конкретное. Система должна помочь вам сделать и дать хотя бы не один, но несколько наиболее вероятных ответов. То есть не просто таблицу базы данных, понимаете, которые есть, системы управления базами данных, во всех компьютерах. Вот они эти подходы не работают сейчас. Данных слишком много, они слишком часто меняются и поэтому совершенно другой подход. Нам нужна и так, нам нужна своя система оценки наших знаний, иначе мы живем ну как бы в другой шкале измерения и мы знаем, что многие открытия или люди, которые имели еще мало публикаций, но они имели много дел конкретных. Расширь границы Ютьюба. Шагни на полосы электронной газеты Андрея Угланова. Первая ступень. Сайт аргументы.ру Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова